МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заключительный тур регулярного чемпионата Премьер Лиги. УГМК принимает надежду. По сути, соперницы все свои вопросы решили. И, возможно, настало время ровантического баскетбола. Впрочем, обе команды смотрели на ситуацию несколько иначе. Тренер поставил задачу играть от защиты, практиковать и готовиться к предстоящим играм, так как эта игра не сильно что-то решала в турнирной таблице. Поэтому мы старались выполнить свои наработки, свои заготовки. В одной четвертой Евролиге надежда собиралась играть в УСК Прага, а лисица с итальянской Фамила. В общем, не до романтики было. И в большей степени это усвоили хозяйки. Они решительны, в допустимой мере неугомонны и, простите если что, за фразу чертовски точны. В первой половине надежда еще как-то сопротивлялась. А после 15-минутного отдыха, если уж не доигрывала встречу, то явно не стремилась выложиться, как говорится, по полной. Победитель матча просматривался на горизонте невооруженным глазом. Еще немного и статисты фиксируют результат. 89-57 в пользу УГМК. Наши соперницы сегодня одержали уверенную победу. Они очень опытные и сплоченные. А мы, в свою очередь, провалили вторую половину. Теперь будем фокусироваться на Евролиге. Несмотря на преимущество домашней площадки, нас ждет тяжелая серия СУСКА. С нашей стороны сегодня были хорошие скорости. Правда, вначале надежда стремилась навязать свои условия. Но мы с этим справились. Позволили Оренбургу набрать всего 57 очков, что не может не радовать. А впереди четверть финала Евролиги с Фами Ласкио. Будем готовиться. Двузначными показателями результативности в УГМК отметились. Эмма Мессиман 20 очков, Даяна Тауразе 15, Бритни Грайнер 13 и Евгения Белякова 10. У надежды больше всех набрала Наталья Жедик 13 баллов. Нам опять в какой-то степени в очередной игре нам тяжело было вступить в свое нападение. Но, тем не менее, мы нашли, как с этим бороться. И результат игры показал то, что мы сделали правильные выводы. И по ходу игры подстроились. И действительно нашли свои сильные стороны. В четверть финальной серии плей-офф чемпионата России до двух побед одной из сторон УГМК сыграет с новосибирским «Динамо». Первая встреча состоится 22 марта в Новосибирске. Вторая – 27 марта в Екатеринбурге. Если понадобится третий поединок, то он пройдет 28 марта также в Уральской столице. А теперь Евролига. Пора четверть финалов. Восьмерка отважных пытает судьбу на предмет вхождения в четверку лучших, из которых в список победителей турнира попадет только один. Вы смотрите видеоконспект первой игры между УГМК и Фамила Скио Италия. Соперницы, конечно, разного уровня. Но это международные соревнования. И здесь может случиться всякое. Как, например, в недавнем противостоянии футбольной лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ. Лисицы стартуют уверенно и делают рывок 26-10 после первой четверти. Во втором игровом отрезке Фамила немного сократила отставание. Но это, скорее всего, был всплеск эмоций и желания ну хоть как-то проявить себя на выезде. УГМК продолжила метко стрелять и во второй половине матча. Я и мои подруги понимали, что в Екатеринбурге будет тяжело. У ГМК одна из лучших команд Европы. В ней собраны топ-игроки со всего мира. И в то же время мы старались показывать то, что умеем. Отрабатывали в защите какие-то взаимодействия, какие-то нападения. И моменты вышли, настроены, сыграли хорошо. Скио – хорошая команда. Я уверена, что в Скио они нам еще постараются дать бой. Они играют очень хорошо дома. Сегодня была интересная игра. Правда, с таким счетом. Да, 92-47 – неплохой результат. Ну, как минимум, хороший задел для поединка в гостях. А как максимум, впрочем, не станем опережать события. У нас некоторые проблемы с составом. Травмированы ключевые игроки. Поэтому старт встречи был для нас несколько нервным. А так, в принципе, я доволен вторым и третьим игровыми отрезками. Мы сделали первый уверенный шаг в четвертьфинальной серии. У Скио имелись проблемы в трехсекундной зоне, на чем мои девушки и сосредоточились. Хорошая получилась победа. Но нам придется забыть о ней. В пятницу 10-го все начнем с чистого листа. И еще одна деталь по матчу. Нет-нет, но отдельные знатоки баскетбола возьмут и посетуют на то, что, мол, Даяна Таурази не то, чтобы уже не та, а как-то ее не часто видишь, разрывающей боевые порядки соперниц. Игра со Скио в какой-то степени это опровергла. По-моему, она сегодня выглядела хорошо. Даяна всегда на пике в самых важных матчах. Не беспокойтесь за Таурази. В противостоянии с Фамила принцесса Паркета набрала 21 очко. Это, конечно, не 38, как с Курском было, но зато своевременно и ценно. Да и к тому же у Даяны 6 передач. Далее Грайнер 14 баллов, Виеру 12, Барич 10. У Фамилы в лидерах Мием и Занда Лосини 13 и 11 соответственно. А вот так прошли другие матчи четвертьфинальной стадии самого престижного клубного турнира Старого Света. Только Надежде удалось сделать неплохую разницу в счете. У остальных все на тоненького и с запахом овертайма. Повторные поединки 1-4 Евролиги состоятся завтра, 10 марта. У ГМК снова встречается с Фамила Скио. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА